Друзья, всем привет! Сегодня у нас электроавтомобили. Сегодня у нас с вами есть отличный повод еще раз поговорить про электроавтомобили, ответить на популярные вопросы, касаемые привоза и растаможки электроавтомобилей, и поближе познакомиться с Peugeot Ion. Это полностью электрический автомобиль. Кстати, он бывает в трех обличиях. Peugeot, как вы видите сейчас. Также есть Citroën CZero и еще Mitsubishi IMF. Третий официально продавался в России. Старт продаж был в 2011 году. Новыми эти машины у нас продавали за 1 миллион 800 тысяч рублей. Но, честно говоря, продажи полностью провалились. Это было еще 11 лет назад. И потом дилеры распродавали эти машины по 999 тысяч рублей. Новые, конечно, они уже были там, может быть, годовалые, двухгодовалые, с нулевым пробегом, но все-таки по миллиону их продавали. По-моему, за все время официальных продаж в России IMF было продано 267 штук. Но я могу ошибаться. Официальные продажи прекратились в 2016 году. И, соответственно, рынок пополняется вот такими вот привозными вариантами. Возят их и из Японии, Mitsubishi с правым рулем, и из Европы. Я привожу уже девятый автомобиль. Партия из трех машин еще приехала. Три по три было. Итак, что это такое? Ну, заявлено, что здесь батарейка 16 кВт-часов. По факту номинал 14,5. Здесь почти 200 ньютонов крутящего момента. И у машины заднеприводная. И заявленный запас хода 150 км. Понятно, что это рекордные показатели и реальные. Особенно учитывая, какие температуры были зимой 2020-2021 года. Ну, не знаю, 100 км примерно эта машина будет проезжать. Спереди Макферсон, сзади балочка у этого автомобиля. Низкий центр тяжести. Вес автомобиля 1100 кг. А вес батареи, который располагается под задним рядом сидений, 230 кг. Сразу хочу ответить на популярные вопросы. Первый. Как ты возишь автомобили, ведь границы закрыты? Ребята, все перевозки я выполняю на автовозах. Коммерческие перевозки никак не ограничены и совершенно нет никаких проблем. Я могу привезти машину из Франции, из Голландии, из Германии, даже из Италии. В принципе, из любой европейской страны. Как ты таможишь автомобили? Где ты их оформляешь? Последнее время все машины я везу через Беларусь и пользуюсь льготной таможеной по 140 указу. Таможенный союз это что-то уже осязаемое. То, что можно пощупать. Соответственно, если вас интересует конечная стоимость того или иного автомобиля, пишите, будем считать. По электроавтомобилям сейчас есть большие, так скажем, льготы. И я беру примерно от 4000 евро под ключ. В эту стоимость входит логистика, помощь в покупке по цене нета, таможенное оформление, получение здесь СБКТС, ГЛОНАСС, ЭПТС и так далее. От 4000 и цена зависит от географического расположения автомобиля и, соответственно, самой цены машины. Чем машина дороже, чем стоимость услуг, соответственно, больше. И третий вопрос. Какие гарантии, какие риски? Ребят, я работаю по договору и мои услуги, услуги моей компании можно оплатить на расчетный счет. Если вы живете где-то далеко, а таких клиентов становится все больше и больше, пожалуйста, есть ИНН, компания пробивается, компания работает с 2006 года. Все официально, в белую оплатили на расчетный счет компании за услуги и вы, так скажем, немножко застрахованы. Ну, давайте дальше про машинку. Несмотря на то, что у автомобиля причудливые формы, на самом деле у него достаточно низкий центр тяжести и при этом очень хорошая управляемость. Также у автомобиля разноширокие шины. Ширина передних 155, задних 175. Ну, как у BMW. Соответственно, длина автомобиля 3,5 метра, а ширина всего 1,5 метра. При этом расстояние между передней и задней осью колес, по сути, как у полноценного автомобиля BC-класса. То есть при таких достаточно скромных габаритах. При этом, что приятно, клиренс 150 миллиметров или 15 сантиметров, что достаточно хорошо, опять же, для такой малютки. Также, не знаю, с чем это связано, но почему-то, когда делают электроавтомобили, получаются какие-то причудливые, даже, я бы сказал, смешные формы. Почему нельзя было взять какой-нибудь, там, не знаю, популярный Nissan Teida, Вкрячет в него батарею, и эта машина была бы намного популярнее, симпатичнее, более имела традиционный вид. Итак, несмотря на такие причудливые формы, у автомобиля достаточно большие двери, что облегчает вход и выход из автомобиля. Реально, даже крупному пассажиру, рослому садиться в эту машину очень и очень удобно. Опять же, задняя дверь тоже большая. И, в принципе, вчетвером в этом автомобиле без проблем можно расположиться. Касаемо багажника. Конечно, здесь он очень маленький, и, в принципе, при таких габаритах рассчитывать на что-то большое вовсе не стоит. Но задний ряд сидений имеет возможность быстрого складывания. Стоит лишь только потянуть за вот эту вот ручку, и у нас образуется ровный пол. С правой частью заднего дивана то же самое. И тогда мы получаем достаточно большое пространство для загрузки. Что актуально, например, для каких-то небольших компаний и перевозки малогабаритных грузов. Пожалуйста, электротяга. Заряжаемся в офисе. Перевозим грузы на небольшое расстояние. Экономим денежки компании. Извините за тавтологию. Также автомобиль можно заряжать как на быстрой, так и на медленной зарядке. Порт для быстрой зарядки открывается слева. Причем, обратите внимание, логантип колоночки, но не бензиновый. А порт для медленной зарядки открывается вот здесь, и он находится на правом борту. Итак, здесь мы имеем разъемчик раз. И здесь мы имеем, наверное, правильно сказать, не разъемчик, а порт два. Здесь мы заряжаемся от бытовой сети, а слева мы заряжаемся от быстрых зарядок. И от бытовой сети эта машина заряжается около шести часов, а от быстрых станций зарядки всего за тридцать минут. Данный автомобиль 2019 года, пробег всего, грубо говоря, две с половиной тысячи километров, поэтому сегодня я вам не буду рассказывать свои сказки про идеальную сохранность европейских автомобилей. По сути, машина новая. Это видно по экстерьеру, а также по интерьеру. Здесь придраться особо не к чему. В дополнение и в оправдании данной модели, ребят, могу сказать, что у машины шесть подушек безопасности. Раз, два. Также есть шторки и также подушки на сиденьях. Если вы вдруг эксплуатируете Приору, Весту, Гранту, посмотрите, ребят, сколько у вас подушек и сравните. Также автомобиль имеет кожаную оплетку руля. Не знаю, насколько она износостойкая. Сиденья я не назову удобными. Они, знаете, такие спартанские, но здесь очень высокая посадка, очень большое лобовое стекло и очень хорошая обзорность. Опять же, несмотря на габариты машины, в общем, реально обзорность очень хорошая. Электропривод, зеркал, также обогрев зеркал, корректор фар. И машина с завода имеет систему АБС и систему курсовой устойчивости. Неплохо, да, для данной машинки. Также у автомобиля есть полноценный климат-контроль. Обогрев сидений, который запускается вот такой вот грубой кнопкой. Также вот про обогрев сказал, запускается он здесь. У нас автомобиль прооснащен доп. опцией. Это магнитола Old School. И селектор переключения передач имеет кожаную отделку. Запускается автомобиль с ключа. Также у машины есть радиобрелок. Я о них рассказывал в предыдущих выпусках про эти машины. К сожалению, с собой у меня его нет. Первое положение. Доворачиваем ключ. Загорается индикация READY. Начинает работать климатическая установка. И машина готова к движению. На самом деле, с одной стороны табуретка, с другой стороны очень интересная городская машина, которую можно бесплатно парковать в центре Москвы и передвигаться практически бесплатно. Данный автомобиль развивает скорость до 130 км в час. Но понятно, что эта скорость будет не совсем комфортная. И предел комфорта заканчивается где-то на сотни. Поэтому, опять же, если вы собираетесь двигаться по городу, ну, из точки А в Б, без проблем на этой машинке можно кататься. Цены на данные модели в Европе начинаются от 3-4 тысяч евро. Ребят, ну не надо испытывать иллюзии. Понятно, что это будет машина далеко не 2019 года, может быть, 10-го, 11-го. Пробег будет далеко не 2500 км, стоя, может быть, даже больше тысяч. Соответственно, будет состояние похуже. Но в оправдании, опять же, этой модели здесь литий-ионные батарейки. И производитель заявляет, что за 150 тысяч километров пробега деградация будет не более чем 20%. Сохранность батареи должна быть хорошая даже на больших пробегах. Давайте я вам еще покажу, как выглядит электромотор и вообще, где спрятано сердце этого автомобиля. Находится все это здесь. Вот так вот достаточно легко поднимается. Здесь такая тепловиброизоляция. И металлическая крышка. Реально металл, который закручен на таких вот барашках. Сейчас мы их открутим. Открываем крышку. Она, кстати, с возможностью съема. И также открывается доступ ко всему самому интересному. Все это выглядит вот так. Обратите внимание, что снизу нет никаких защит. Видны и пружины, видны и даже колеса. Соответственно, в условиях российской эксплуатации все очень быстро здесь будет покрыто слоем грязи, реагента и других гадостей, которые присущи, в частности, московскому региону. Но зато при этом посмотрите, какой багажник. Багажничий, я бы сказал. Вот такие они. Ионы, Сезера и Аймиевы. Ребят, надеюсь, что тема с данной моделью была полностью раскрыта. Надеюсь, что я ответил на популярные ваши вопросы, касаемые привоза электроавтомобилей из Европы. Также, если вдруг вы везете машину самостоятельно и вам нужна помощь с получением ЭПТС здесь, без лишних хлопот и проблем, за относительно небольшую сумму денег, также вы можете обратиться ко мне. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши подписки. Если ты еще не подписался, обязательно сделай это, потому что я рассказываю про интересные европейские автомобили, которые официально, по сути, не продавались на нашем рынке. И обязательно напишите комментарий в поддержку этого видео, чтобы оно поднималось вверх-вверх, было больше просмотров. А чем больше просмотров, тем больше будет у меня качественного видео, потому что это очень на самом деле мотивирует. Всем спасибо, особенно постоянным зрителям и комментаторам. Вы меня вдохновляете. Как все, а как же покататься? Ребят, ну для тех, кто досмотрел до конца, у меня традиционно небольшой бонус. Тест-драйв будет, но, к сожалению, полноценно в город я выехать не смогу. Погодные условия не позволяют. Машина на летних шинах. Сегодня сыпет снег, поэтому совсем чуть-чуть по прилегающим территориям. Скажу честно, что на предыдущих машинках, которые я привозил данной модели, я выезжал в город. В принципе, до 80 она разгоняется вполне себе бодро. Ближе к 100 тяжеловато, после 100 совсем все плохо. Напомню, что до 100 16 секунд. Честно, 16. Также по трассе на ней ехать тяжело, особенно где высокий трафик, где фуры. Машинку сдувает. Машинку нужно держать двумя руками за руль, чтобы не слететь с дороги. Но рулится она вполне себе приятно. Все-таки задний привод, здесь очень удачная подвеска. Она в управлении сравнива со смартом. И несмотря на то, что кузов такой достаточно высокий, повторюсь, что низкий центр тяжести, широкие колеса, что позволяют хорошо управлять всем автомобилем. Хорошая здесь обзорность. Реально хорошая штатная климатическая установка. Вполне себе справляется с запотеваниями. Вот сейчас мы будем преодолевать колейность на летних шинах. Мама дорогая. Собакин. В общем, все в лучших традициях наших. Что здесь будет в минус 24, как совсем недавно было, я не знаю. Насколько хватит запаса хода и как вообще печка будет справляться. Но вот по данной погоде минус 2 вполне себе ничего. Вот такой вот автомобиль. Все, опять же, максимально честно и правдиво рассказал. Если вдруг вам нужна коляска для передвижения по городу с возможностью трансформации заднего ряда сидений, перевозки каких-то не сильно габаритных грузов, обратите внимание на этот автомобиль. На сегодня у меня все. Субтитры сделал DimaTorzok